Всем привет! Блендер 2.90 и хотелось бы в этом ролике затронуть тему именно анимации крокодила. Как сделать риг и движение вот этого персонажа. Крокодила я скачал в интернете, это не моя модель. Сразу говорю, выглядит она вот так классно, вообще четкий. Эта модель уже шла с ригом, но риг делался в мае, и почему-то он у меня некорректно закинулся в блендер, и тут все короче поперекрутилось, кости пришлось удалить. Ну вот персонаж четкий, мастер делал вообще красота такой, да бомба. И вот давайте попробуем заставить его двигаться уже в блендер. Так, сделаем ему риг сначала, а потом сделаем анимацию ходьбы. Погнали! Так, вы видите, что модель не симметричная, так что кости придется вставлять каждый, ну как, отдельно с этой стороны и отдельно с этой. Давайте рассмотрим, как это можно сделать. Так, что он как установлен. Выбираем полностью крокодила и, наверное, его немножко вот так вот как-то передвинем и чуть-чуть поднять. Вот так вот. Теперь мы его привяжем полностью к Object Set Origin, так, к 3D курсору. Сделаем, так, посмотрим опять же семерка на нампаде. Вы видите, что здесь тоже придется корректировать именно кости по хребту. Так, тройка на нампаде. И включу я, наверное, видимость ScreenCastKey, чтобы вам было удобней. EndPanel. Вот здесь вот в боку теперь то, что я буду нажимать, вы будете видеть. Давайте добавим Shift-A в сочетании клавиш. Так, я отключу пока. Вот в такой вид перейдем. Shift-A. Нажмем арматура. Так, и давайте Single Bone. Опять же заходим в бегущего человечка и находим в AirPort Display. InFront. Эту косточку давайте увеличим S английская. Сразу R перевернем ее. Вот таким вот образом. Зайдем в Edit Mode. Выберем всю кость и с помощью Move передвинем вот сюда вот к тазу. Так, посмотрим семерка на нампаде. Ну, приблизительно, да, центр есть. Но немножко давайте ее развернем по хребту. Потому что вот как идет модель, так и будем устанавливать. Не хочу я ее делать симметричной. Прикольно он тут уже стоит. Потом уже посмотрим косяки. Если вдруг будем поправлять лапы, ставить их однообразно, что получится. И стоит ли использовать такой вариант именно установки на персонажа костей. Так, R. Выбираем верхнюю часть вот эту кости. И E. Английская. Все по прошлым роликам. Здесь можно поставить побольше костей. Позвоночник у него. Так, вот здесь вот. Вот так. Доводим до головы. Пусть побольше будет костей правильно. Посмотрим. Мягче будет двигаться. Нет. Теперь что делаем? Так. Теперь мы возьмем вот такую штукенцию. Вот. Наверное. Отсюда. Да. Вот с этой кости. E. Уведем косточку сюда. G. Вот сюда. И давайте ее открепим. Alt P. Clear parent. Так. Смотрим, как она тут стала. G. Уведем ее. Наверное. Не вот. Ну вот как-то R. Вот вниз. Это все-таки ключица. Вот пусть она ключица и останется. Так. G. Вот сюда ее введем поближе. Вот так. И сюда теперь будем ввести от нее. Вот в таком положении. E. Это будет одна кость. G. Поправляем. И вот как-то она перекрутилась. Перекрутилась. Ну в принципе. Может быть она и правильно так стоит. Должна так стоять. Мы ее потом. Может быть перекрутим уже. Именно. В POS MODE. Теперь E вытягиваем вот сюда косточку. Жмем G. Подтягиваем вот в такое положение. Выравниваем. Опять же. Так. Еще немножко G. Здесь чтобы было. Если нам нужна мягкая кисть. Мы добавляем больше костей. Я это уже дело показывал. Давайте еще раз закрепим. E. Кость выводим. Вот сюда. E. Кость выводим сюда. И вот от этой косточки выводим множество костей. Вот так вот. Так. Теперь вы видите, что они находятся внизу. Это не есть хорошо, как всегда. И мы должны их поподнять. Так. Вот эту кость поднять. И тут опять же их G отрегулировать. Так. Как-то наверное поближе к этим костям. Потому что здесь будет по два пальца. Лапа интересно установлена. Ну теперь будем экспериментировать. Так. Вытягиваем вот от этой косточки. Семерка на нампаде. E. Кость. Сначала мы ее отрегулируем. G. И вот так установим до самого ногтя. Так. Теперь мы ее поделим сразу. Угу. Сабдивизии добавим. Ну пусть будет. Вот по две кости пускай будет. У него фаланги вроде как по две кости. Делаем следующий палец. Так. Семерка на нампаде. Чтобы кости не перекручивались. Вот. Более-менее как-то давайте их постараемся поровнее вытянуть. G. Устанавливаем где-то вот тут. Эту косточку G поправляем. Выбираем кость R. Так. Единица на нампаде. В принципе не получится ее сейчас перекрутить. Ну перекрутим ее постмод. Так. Ну и немножко наверное G подводим к ногтю. И делим опять же правая кнопка мыши сабдивизии на две кости. Ну тут вроде как и нормально установились. Вот. Немножко есть неудобство ловить вот это все. Так. Вот здесь мы G приподнимем. И вот эту косточку тоже на приподнимем. Так. Отводим теперь G. Вот эту кость. И давайте от нее тоже E. До конца. Вот вы видите кость куда ушла. G вот к этому пальцу. И вот эту косточку. G вот сюда как бы повыше поднимаем. Вот так. И G чуть-чуть вбок. Теперь правая кнопка мыши сабдивизии на две кости делим. Вот эту часть можно поближе к ногтю отвести. Так. Это тоже есть. Поправляем косточки. Здесь вот вы видите что перепонки типа или что тут находится. E выделяем. Смотрим как с этой косточкой лапа тут себя ведет. Ну в принципе нормально. Ну давайте немножко ее все-таки повыше поднимем. Во. Опять же правая кнопка мыши. Так. CTRL Z. Сабдивизии. CTRL Z. CTRL Z. Выделяем. Сабдивизии. На две косточки опять делим. Ну и последнее. Вот сюда вот так раз. G поднимаем до последнего пальца. Выравниваем. Смотрим как он тут установлен. Ну в принципе нормально. Выбираем косточку левый клик и правый клик в сабдивизии. Все. С этим делом закончили. Теперь вытягиваем E. Что у меня кости. Видно вот от этой кости идет перекрутка. Ну ничего. Ладно. Это дело посмотрим как в перекрученном состоянии будет работать. И отцепляем. ALT P. Clear Parent. Теперь нужно все вот эти косточки сразу давать. Вот эту косточку выберем. Вот эту. Вот эту. Вот эту. Вот эту. И к этой через Shift. Левая кнопка мыши. Ctrl P. Keep Offset. Прицепим. Ну вот такая штука получилась. Чтобы не заморачиваться. На дальнейшей вот этой штуке. Мы можем вот эти лапы скопировать назад. Давайте выберем полностью вот эту руку. Лапу. Не забываем никакую кость. И делаем тройка на нампаде. Делаем Shift D. Щелчок. Щелчок. Можно Move. И вот так вот ее оттаскиваем. Так. Здесь уже у нас получается, что вот эта кость нам не понадобится. Мы ее делить, наверное, бон. И вот эту косточку G поправляем кверху. Выравниваем. Вот чтобы вот эта кость. И вот эти лапы G попали вот сюда как-то. R перекручиваем. G. И вот в чем может быть еще косяк в модели. Что вот здесь вот эти кости слипнутся. Вот тогда это будет нехорошо. Так. Теперь нам нужно выбрать все вот эти кости. Так. Смотрим, все ли выбраны. Попробуем G. Как-то их тут наугад хотя бы разместить. Так. Ну что-то в таком духе получается. Так. Эту косточку сюда, эту, сюда, эту, сюда, эту, сюда. И продолжаем находить пальцы. И по-моему у нас потом с этой ногой должен появиться косяк. Ну это уже в процессе. Посмотрим. Ну зато вам будет уже понятно, как делать рик крокодила. Кстати, этой темы на полях ютуба я не нашел. Возможно где-то есть. Все облазил. Есть как делать крокодила. Я кстати тоже показывал, как взбраж крокодила сделать. И вот я его удалил. Ноутбук у меня теперь другой. И этой модели у меня просто не осталось. Хотелось бы конечно своего доделать. Так. Вот эту косточку, что она тут делает? Это значит delete. Вон. Так. Здесь кости нет. А эта откуда-то взялась. Так. Ну и вот эти пальцы опять убираем. R. Тройка на нампаде. G. Подтягиваем вот сюда как бы. Так. Так. Ну вроде что-то привязалось. И вот эту косточку выровнять надо. И вот эту опустить пониже. Ну в принципе все. Так. Это кость. R. Чуть-чуть перекручиваем. И G. Вот так поровнее ее подставим. Вот эту кость. Так. Вот эту кость вяжем вот с этой косточкой. Ctrl-P. Keep offset. А вот эту кость. Вот с этой косточкой. Так. Вот с этой. Чтобы не к голове близко было. Ctrl-P. Keep offset. Теперь нам нужен хвост. Так. Тройка на нампаде. Выбираем вот эту заднюю кость. Тазовую. E. Вытаскиваем кость. Выбираем ее. Левый клик. И Alt-P. Clear parent. Отсоединяем. Отводим G. Чуть-чуть назад. Вот по этому шву. Вот по этому шву. Так. Вот эту косточку еще как бы вот так. А эту как бы вот таким вот образом. Вроде должна привязаться. А там посмотрим. Ну погнали теперь. Хвост же делаем. Ага. И погнали теперь в эту сторону. E. 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 И маленькое E. Так. Связываем вот эту косточку. Вот с этой. Ctrl-P. И полсет. Нам теперь понадобится тройка на нампаде. Вытягиваем вот отсюда косточку E. Вот так. И Alt-P. Clear parent. Это G. Будет голова. Теперь что делаем. Ее привязываем вот к этой косточке. К шейной. Ctrl-P. Keep offset. И вот эту косточку в Shift-D дублируем. В принципе она не нужна. Но пусть будет. И перевязываем ее вот на эту кость. Ctrl-P. Keep offset. Открываться будет у крокодила. Нижняя челюсть не работает. У него верхняя поднимается. Вот она и будет подниматься. Так. Что теперь придумать? Ах. Как тут близко все находится в модели. Вот может вот здесь все срастись. Когда делаете модель. Именно для анимации. Все части должны быть вытянуты. Ну хотя бы вот в таком положении. Ну ладно. Посмотрим что будет. Выбираем. Так. Снимаем выделение. И через Shift. Выделяем вот эти вот ноги. Полностью. Не забываем ни одну косточку. Семерка на нампаде. И делаем Shift G. Щелчок левой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши делаем Mirror X Global. Разворачиваем по X. И уводим ее. Вот сюда. Вот так. Смотрим как она тут встала. Так. Это значит. Вот сюда. И вот эту косточку. G. Корректируем в эту сторону. И. Вот здесь будет у нее. Типа колено. Так. Немножко в бок уведем. А вот эту кость. Немножко. Так. Эту сюда. А эту. А эту как бы вот. Сюда уже. Так. Я думаю. Да. Тут у нас будет сейчас казус. Все это дело срастется. Но не суть вопроса. Крокодил прикольный. Посмотрим. Что будет. Так. Выбираем полностью левую кнопку мыши и Shift. Вот эту вот теперь лапу. Семерка на нампаде. Делаем Shift D. Щелчок. Правая кнопка мыши. Опять же. Мира. X Global. И вот сюда я теперь раз. И вот так. Смотрим. Где что тут стало. Теперь. Теперь. G английская. Подтягиваем. Так. Это вот сюда. Еще на пальцы. Чтобы попали. И. В чем косяк. Вот вы видите. Где находится ключица. Вот эту ключицу. Желательно. Перетянуть. Вот сюда. Потому что. Будут двигаться разные части. Потом. Вот часть будет двигаться. А здесь. Вот это. И вот. R. G. Как-то. Вот здесь. Наверное. Должна она быть. Так. Обязательно. Поймать локоть. Вот этот. G. Немножко. Подкорректироваться. Так. Смотрим. Что тут у нас получилось. G. Эту кость уменьшаем. Выбираем. Черешив. Две кости. G. Уводим ее. Подальше. Так. Теперь. Вот эту косточку. Корректируем. К этому пальцу. Ну. Словом. Идет. Опять. Подгон. Вот этих всех косточек. На свои места. На другой лапе. Так. Это значит. Так. Здесь отсутствует. Коготь. Это будет. Не очень хорошо. Но не страшно. Страшно будет. Когда мы это все прикрепим. К персонажу. Так. Так. Это значит. Тоже корректируем. И чуть-чуть. Раскид. Пальцы. Так. Ну. Вроде должны привязаться. Так. 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 Вроде. Рик готов. Но не совсем. В чем проблема будет. Если мы будем двигать вот эту лапу. Допустим. Возможно у нас. Живот будет сплющивать. Так. Мы это дело сейчас поправим. Вытянем. Вот отсюда. Наверное. Косточку. Альт Пи. Клеер Пэрент. И теперь. Джи. Р. Или даже. Можно ее вот в таком положении поставить. Можно в таком. Давайте отметим. Где здесь находится. Пуп. Живот. Так. И привяжемся. И это делаем. Да к любой кости. Ну вот к этой допустим. Ctrl P. Keep Offset. Так. Немножко. Наверное. Все таки. Джи. Поднимем. И вот сюда. Теперь. Вот так его перевернем. И попробуем. Shift D. Щелчок. Правая кнопка мыши. X Global. Move. И вот сюда. Терри перенести. Чтобы их было две. Так. Это тоже сделано. Ну а тут нам понадобится. Так. Вот наверное. Отсюда мы. Вытянем косточку. E. Ну как то вот так. Alt P. Clear Parent. Выберем ее. Вот эту часть. Так. Нет. Вот так и уменьшим. J. Вот сюда. Глотки выведем. И привяжем ее. Выберем ее. И привяжем опять же. Вот к этой кости. Ctrl P. Keep Offset. Не знаю. Одной хватит. Нет. Ну давайте подстрахуемся. Просто чтобы костей много не было. G. Уводим сюда ее. И вот так вот G. Чуть-чуть ее поменьше делаем. Она большая. Нам не нужна. Как и эти тоже можно поуменьшить немножко. Вот так как-то. Так. Теперь. Делаем G. И вот сюда уводим. Делаем Shift. Делаем D. Щелчок. Правая кнопка мыши. X Global. Ну и с помощью MOV. Чтобы уже точнее было. Переводим вот сюда. Так. Ну и немножко G. Поднимем. Тут вроде не симметрично. Да. Здесь поменьше. Здесь побольше бочина. Так. 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 Чтобы ничего не забыть. Ну в принципе пока настраивать локти вот эти не буду. Мне интересно посмотреть как он все это дело привяжется. Семерка на нампаде. Поправляем кости. G. Сюда. Эту кость сюда. И погнали по изгибу хвоста устанавливать вот эти кости. Так. Ну вроде все стало. Так. 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 Пока сохраниться надо. Ну на всякий случай. Заходим в Object Mode. Выбираем персонаж. Выбираем кости. Ctrl P. Width. Автоматик Widget. Надеюсь приросли. Выбираем кости. И заходим в Post Mode. Теперь будет настройка их. Выбираем вот эту косточку. И вот эту через Shift. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Ставим. Выбираем косточки вот эти. И выбираем на две кости влияния. Так. Ну теперь посмотрим G. Вот вы видите, что лапа движется. Все нормально. Так. Ctrl Z. Следом настраиваем вот эту. Мне вот это интересно. Задняя. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Также ставим на две кости. И пробуем. Так. R. Все. Вы видите, что не приросла кость. Вот эти кости не приросли. Именно к этому вот. Мэшу. К части. Лапы. Это все хорошо. Ну и теперь эту настраиваем. Вот эту косточку. Через Shift вот эту. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Опять же две кости. Если мы поставим на три кости. Вот смотрите, что будет. То будет двигаться. И вот эта вот. Вот эта вот часть. Мягче конечно все будет. Сейчас посмотрим. Еще подкорректируемся. Вроде это. Млекопитающее должно. Так. Вот эту кость вот торчит. Ее нужно удалить. Как она тут показалась. Так. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. И значит опять же на две кости пока. Заходим в Edit Mode. И вот здесь у меня вот эта косточка. Ее Delete Bon. Потому что я не знаю, как она потянулась так. Так. Проверяем теперь в Post Mode. Вот именно мне нужна задняя вот эта лапа. А вот задняя тянет. Вы видите, да? Слишком вплотную была она. Ну в принципе для анимации. Для анимации. Для анимации. Это будет не очень хорошо. Ну можно как-то вот здесь вот оттянуть. И потом зайти, допустим, в Object Mode. Выбрать вот этого персонажа. И в Edit Mode что-то здесь как-то вершины подправить, увести подальше, отделить. Ну в принципе задача выполнима. Так. Ну а нет. Ну а нет. Вот просто вот в этой позиции попробуем что-то. Если скульптинг поможет нам. Тянутку вот эту ставим. И допустим так. Радиус чуть-чуть побольше. И попробуем вот это все как-то увести. Вот вы видите, что близко были вершины. И тут все спаялось. Ну в принципе на анимации это не будет видно. Такие шаги он не делает большие. Главное что передние. И вот эта часть. Значит будем с этой стороны снимать. Как будто он выползает. Так. Layout. И теперь опять же выбираем косточки. И заходим в Post Mode. Эту косточку. Давайте. Вот вы видите. Чуть-чуть подправилась в скульптинге. Мы ее. Так. R. Так. Вот эту косточку. R. Вернем назад. Попробуем как движется. А вот движется она нормально. Нам вот в принципе это и надо будет. Вот. Вот так она пошла. И в принципе все тут нормально тянется. Так. Смотрим. Теперь проверяем голову. Голова у меня отделена. Поэтому. Нижняя челюсть. Вот вы видите что. Так. Нижняя работает. И верхняя. И верхняя. Если мы нижнюю выбираем. И делаем R. Вот нижняя работает. Верхняя остается на месте. Что нужно сделать. Заходим в object mode. Тройка на нампаде. И нужно аккуратно выбрать вот эту голову. Привязать ее наверное с эту origin, origin to geometry. Так. И немножко ее приподнять. Вот. Чтоб она как бы открыта была. Теперь мы что делаем. Выбираем тело. Выбираем голову. И делаем control J. Это объединяем. Делаем типа один mesh. Но его потом можно будет разъединить. Так. Тут у меня. Вот эти части. Это. Охо. 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 Это. Надо делить. Это с прошлого. Ну в смысле. С анимацией осталось. Крокодила по моему. Думаю. Что ж так. Всего там много. Так. Теперь что это. Это вот у нас крокодил. Выбираем косточки. Заходим теперь. В edit mode. Нижняя часть. Если не должна двигаться. Давайте вот эту косточку. Delete bomb. Вот так вот. И зайдем в object mode. Выберем персонажа. Выберем косточки. И control. Так. Control P. Видет автоматик. Виджет. Перевяжем. Зайдем. Теперь выберем. Вот так. Зайдем в edit mode. Так. Пардонте. Object mode. Выберем кости. Зайдем в post mode. Выберем косточку головы. Тройка на нампаде. И R. Так. Вот голова движется. Так. G. Она вроде как бы и отдельно. Значит нужно нам вот что сделать. А нам нужно сделать edit mode. Вот эту косточку. Удалить. Delete bond. Вытянуть новую косточку. E. Так. Выделяем alt P. Clear parent. Ее отсоединяем G. Выводим ее на низ. Делаем. Связь с этой косточкой. Вот с этой. Шейной. Control P. Keep offset. Вот эту косточку теперь. Shift D. Поднимаем кверху. И перевязываем ее на нижнюю. Чуть-чуть. Вот я запамятовал. Делаем. Так. Control P. Keep offset. Получается нижняя теперь будет двигаться. А эта будет к ней привязана. Вот эта кость. Будет привязана к ней. И мы можем открывать голову. Вот эту. И так вот получился вот такой рик. Вот для крокодила. Давайте немножко его попроверяем. Так. R. Рот открывается. G. Лапы движутся. Хвост. R. Изгибается. Тут надо настроить еще Copy Rotation. Смотрим, что произойдет, если мы вот эту косточку вытянем. И вот эту лапу G. Вот теперь можно с ним делать анимацию. Так. Это вот можно в эту сторону. Вот так как-то. Вот такая прикольная теперь у него поза. Все, всем пока. До свидания. В следующих роликах, если вам будет интересно, можно попробовать сделать анимацию. Именно вот для этого персонажа. Надо еще поискать эту информацию. Все, всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова